Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинке с нуля. В прошлых видео я вам показывала, как можно вязать резиновую нитку в резинку, которую мы вяжем, для того, чтобы ее укрепить, потому что с вязанной резинкой полотно отлично держит и показала вам способ, при котором эту резинку будет не видно с лицевой стороны. То есть способ, отличающийся от традиционного, всеми рекомендуемого. После этого мы с вами выяснили, как можно резиночки эти прятать, что делать, чтобы они у нас не распустились. И сегодня я хочу вам рассказать, что делать, если полотно уже связано и не держится. Вот эта резинка, видите, абсолютно не держит ничего. Оно что есть, что нет. Сейчас я вам покажу, как можно с этой проблемой справиться. Для решения нам потребуется все та же резиновая нить. Нить резиновая. Но здесь оплет без оплетки 30 метров, но, честно говоря, не очень тоненькая. Если вы найдете более тонкую нитку, хуже от этого не будет. И берем либо любую иголку, либо кромыслы, любая. Иголка, либо имитация иглы, которую может прошивать вязанное полотно. Вставляем в нее резиновую ниточку. И с изнанки, вот у нас лицевая сторона, лицевая сторона известна. Вот она. С изнаночной стороны выбираем себе петельный ряд. Продеваем через петлю. Но смотрите, если мы будем продевать через каждую петлю, просто насквозь продеваем, продеваем, казалось бы, логично и очень правильно. То есть, мы же берем только изнаночные петли, вот они. Но если мы повернем вязание полотно, мы увидим, что точно так же это все видно и с лица. То есть, вот эта нитка будет отлично видна и с лица, и с изнанки. Причем видна абсолютно одинаково, потому что там она заходит с одной стороны петли, и здесь с другой. Это неправильно. Поэтому берем и продеваем только одну сторону петли, причем как можно реже. Постарайтесь держаться одной линии, параллельности. Вот, например, я беру крайнюю слева петельку, протяжку, через одну петлю. Петлю пропустила, назовем это протяжкой межузелковой среди полотна, вот, цепляем ее. Одну петлю пропустила, зацепила протяжку, одну петлю пропустила, зацепила протяжку и так далее. То есть, таким образом мы как можно меньше выходим на лицевую сторону. И в то же время резинку мы провязываем. Так, вот, и здесь у меня резинка практически вся видна, здесь ее вообще не должно быть видно. Протягиваю и смотрим. С лица резинки быть не должно. Полотно она стянула. И смотрим. Закреплять нитку надо точно так же, как я показывала в предыдущем видео, когда мы с вами склеивали уголки. И либо, вот мы провязали здесь немножко, вытянули, вторым ярусом провязали, третьим ярусом провязали. Тогда закрепление как бы не сильно нужно, потому что закрепляем только начало резиночки. Ну, можно завязать узелок, закончив ряд. У вас полотно будет ограничено шириной резинки в спокойном состоянии. То, что вы натянете, вот оно, оно будет держаться. То есть, ваше полотно будет растягиваться ровно настолько, насколько позволит резиновая нить. То есть, с лица оно будет сохранять ту форму, которую вы хотите. Насколько вы хотите, туго, настолько вы ее соберете. И такую форму оно у вас держать и будет. То есть, способ для резинки, которая уже не держится. После того, как вы ее связали. Такую можно использовать резинку при вязании, при исправлении вязания уже старого. Например, вы связали когда-то кофту, она растянулась по резинке. Восстановите ее резиновой ниточкой. Вы получите новую, упругое, красивое полотно. Если вам понравилось это видео, нажимайте нравится, поделитесь с друзьями. Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Приходите на наши вязальные посиделки по вторникам и четвергам. И ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному осваиванию абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!